МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выбери интернет от Интеркомтел. Тарифы от 200 рублей в месяц. Прием заявок по телефону 939393. Подробности на сайте www.icomtel.ru Здравствуйте. Это программа «Актуально» в студии Илья Лапшин. Сегодня у нас в гостях Ирина Филичкина, академик Национальной академии индустрии и моды и также международный эксперт WorldSkills Russia по компетенции технологии моды. Ирина Юрьевна, здравствуйте. Спасибо, что пришли. Смотрите, сколько я иностранных слов сразу сказал за одну минуту. Мы просто напомним нашим зрителям, что у нас в ванной проходил чемпионат WorldSkills. Как его по-другому правильно сказать? Это ведь чемпионат трудовых профессий? Да, это чемпионат рабочих профессий, которым принимают участие молодые профессионалы. И самые удивительные условия – до 22 лет они должны быть. А смотрите, вообще-то эта история для России достаточно новая. Мы все-таки здесь опыт переняли какой-то, скажем, западных государств. И правильно сделали, на ваш взгляд? Абсолютно правильно. Причем, знаете, сделали это с чисто русским размахом. Впервые чемпионат WorldSkills произошел. Вообще организация такого чемпионата произошла в Испании в 1947 году. И потихонечку к нему подключались страны Южной Европы. А Россия приняла впервые в этом чемпионате в 2013 году. Смотрите, тогда в Испании мало придумать идеи. Она всегда должна иметь какую-то подтекст, цель или глобальную задачу. Что было в Европе? То, что мы решили все-таки перенять для нас, для России. Был потерян престиж рабочих профессий. После войны осталось очень мало мужского населения. Мужское население старалось и льготы различные в вузы, и старалось как-то занять более высокие позиции. А элементарными рабочими функциями заниматься было некому. И для того, чтобы поднять вот этот престиж рабочих профессий, возник вот этот чемпионат. У нас сейчас к этому чемпионату, если раньше в нем принимали только среднее учебное заведение, среднего уровня профессиональное учебное заведение, то сейчас в этом чемпионате принимают в том числе участие и вузы, то есть студенты высших учебных заведений, что, казалось бы, никак не связано с рабочими профессиями. Но на примере своей компетенции технологии и моды я могу рассказать, что когда студенты вузов сели за современное, фантастическое, интересное оборудование, когда эти машинки волшебным образом сами отрезают ниточку, у них очень легко поднимается лапочка, так они красиво и ровненько шьют. Они сказали, боже, мы готовы быть швеями, потому что это так интересно и здорово работать за таким интересным оборудованием. Вот если у тебя вдруг не получается достичь большого успеха в дизайне, потому что здесь конкуренция гораздо жёстче. Я мало видела объявлений о том, что требуется дизайнер на работу, но огромное количество объявлений о том, что на работу требуется конструктор, оператор швейного оборудования и так далее. То есть у тебя есть возможность приложить свои усилия там, где ты можешь реализовать себя быстрее, там, где ты получил какие-то конкретные знания, там, где ты можешь сразу видеть результаты своего труда, а не стучаться в двери с бумажечками, на которых нарисованы твои эскетики. Это первое. То есть возможность быстрых денег и заработка. А второе – это если ты всё-таки успешен, если в тебе есть харизма и вот такая вот пассионарность, ты знаешь весь процесс, ты знаешь всю цепочку производства. И можешь требовать, да, и по временным срокам, и по качеству исполнения. Совершенно верно. От всех людей, которые участвуют в этом процессе. Если ты считаешь себя руководителем. Не просто требовать, ты можешь ещё и помочь им, понимаете. И это получается, что качество продукта от этого вырастает, и выигрывают все участники процесса, и клиент в конечном итоге. Рина Юрьевна, вы мне признались, что вы вообще, как правило, а может быть и никогда по региональным чемпионатам в качестве эксперта, наблюдателя, а может быть член ЖВИ, не приезжаете. А для Иванова сделали исключение. Почему? Иваново – это особый край. Это текстильный край. И здесь в этом году у нас будет проходить отборочный чемпионат. То есть соберутся портные, молодые дизайнеры, вот молодые дизайнерские силы в апреле, может быть в мае месяце, сейчас мы как раз обговариваем эти сроки, на чемпионат по профессиям в компетенции технологии моды, для того, чтобы мы выбрали лучшего, лучших 10 человек России, российского формата, которые будут уже участвовать в национальном чемпионате. А в чемпионате WorldSkills – это очень непростая задача, человек должен проявить себя действительно всесторонне, он должен показать себя и прекрасным конструктором, и прекрасным технологом, и организатором даже своего простого вот этого рабочего места для того, чтобы продемонстрировать, чтобы довести до конца. И когда уже изделие готово, он еще и действительно должен немножко консумировать, называется это на международной арене, это изделие, может быть, его украсить под конкретного клиента или под конкретное задание, которое мы даем ему в рамках WorldSkills. Все это задание длится 3 дня. И в течение трех дней оценивается вот именно каждая компетенция и каждый навык в тех направлениях, которые перечислили. Если, например, 7 ступеней, а победитель может получить, например, 100 баллов максимально, это не значит, что каждая ступень 15 баллов оценивается. Нет, 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 боже упаси, у нас самое большое количество, так как у нас все-таки рабочая профессия, всего 5 баллов на организацию рабочего места и прочие процессы, и всего 10 баллов на креативность, на творчество, а остальное распределяется в большей степени, 50% у нас уходит на технологии, то есть на работу за швейной машиной и оставшиеся на конструирование, что тоже немаловажно в нашем деле. Каждое рабочее место позволяет выполнить продукт от начала до конца. И это касается не только технологий мод. Раз уж я здесь оказалась, то Союз WorldSkills поручил мне сделать аудит площадок. И я проехалась по 8 площадкам, и везде я видела и вот эти слезы гордости, и слезы счастья, и радости о том, насколько сильно за последние 2 года оснастилась профессиональная школа, профессиональная база учебных заведений. И все мечтают сейчас о том, что не только своих готовить, но и проводить демонстрационные экзамены, и приглашать, повышать квалификацию специалистов. Подчас учебное заведение сейчас оснащено гораздо лучше, чем представители отрасли. А мы же экспериментируем вообще вот с этой образовательной базой и подходами. Мы здесь как вот все-таки смотримся, вот на ваш взгляд? Вот сейчас, благодаря WorldSkills, мне кажется, мы экспериментируем в правильном направлении. Да? Да, потому что и оснащение, и уровень подготовки, и то, что у нас не могли вообще просто даже подойти близко и правильно использовать материал всего 2-3 года назад. А сейчас, посмотрите, они выполняют настолько сложные задания, они настолько далеко продвинулись вперед, наши участники. 17-летняя девочка Ивановская выполнила на самом высоком уровне. Вот это я сейчас немножко нарушаю, у нас чемпионат не закончился. Но я вижу, как она работает. Она работает настолько профессионально, у нее всего второй курс, но она работает высоко профессионально. И у нее большие шансы. Это когда ребенок, понимаете, когда у нее есть выбор карманные деньги потратить на телефон, а она покупает на эти деньги манекен, это говорит о том, что интерес к профессии совершенно... Это вы откуда знаете? Вы с девушкой это переговорили? Это вот тот самый божий дар, который на кого-то вот так вот падает? Или все-таки это еще к божьему дару какие-то усилия? Понимаете? Когда тебя Бог наградил талантом, это здорово. Но когда ты на последние деньги манекен покупаешь, это тоже очень важно. Нет, тут и божий дар, и усилие. Но моя-то задача выбрать для того, чтобы представлять Россию на мировой площадке, а в компетенции моды всегда очень многочисленные. Вот сейчас в Абудабе, где мы были на международном чемпионате, было в нашей компетенции заявлено 40 участников, но 12 участников, даже 42 участника, но 12 участников побоялись выставлять своих представителей своих стран. То есть 42 страны заявилось для участия в компетенции технологии моды. Но было 30 участников, то есть 30 молодых людей, представителей разных континентов. Что становится с победителем? Вот такое. Тогда спрошу короче. Это двояка. Но если вот говорить, например, в Абудабе, одного из наших участников, золотого медалиста в витринистике, мальчика из Челябинска, Умара, пригласила американская фирма для оформления витрин в их компанию. То есть это одна сторона медали, а с другой стороны огромное количество школьников, студентов. Ну, я не знаю, там десятки, сотни тысяч человек приезжают из соседних регионов, из самых городов, где проходят эти соревнования, для того, чтобы посмотреть, понаблюдать. Это действительно захватывающее зрелище. Если на одной площадке собирают вертолет, на другой площадке проверяют электронику Мерседесом, БМВ, на третьем начинают ходить и соревноваться друг с другом роботы, на четвертом с помощью 3D-принтера печатают какие-то фантастические вещи. Здесь у нас в компетенции моды на глазах у зрителей создают какое-то платье, комплект или украшение. Это действительно зрелищно. Мы выиграли право проводить вот этот международный чемпионат в Казани, куда съедутся представители не менее 70 стран. И если в Абу-Даби было 2000 участников, то мы думаем, что у нас будет в Казани, возможно, еще больше участников на нашей площадке. То там мы будем как раз говорить о будущих профессиях, о профессиях, так будет называться, например, фьючер-скиллз, и где как раз даже в технологиях моды все за нас делает бодисканер, снимет мерки, программа посчитает, рассчитает конструкцию. Затем, значит, эта конструкция будет выведена, и у нас есть, конечно же, сейчас раскроенные комплексы, которые без участия человека могут раскроить изделия. Но дальше, может быть, только взять руками, поднести к одной машине, к другой машине. Но это тоже, возможно, в будущем будут делать роботы. Но для того, чтобы... То есть старому еврейскому парному не найдется места во всей этой процедине? Старому еврейскому парному непременно найдется место, потому что всегда есть и будет интерес к тому, что сделано жуками. И тогда настоящий человек с рабочей профессией, с рабочей квалификацией будет превращаться в креатора, в художника, потому что он будет творить руками, и у него будет свой клиент. И этот труд будет стоить безумно дорого, но такой портной будет востребован. Ирина Юрьевна, спасибо большое, было очень интересно. Я сегодня с вами прощаюсь. Ирина Филичкина, была гостем программы «Актуально». Вопросы и комментарии по телефону 59-21-21. Я на этом с вами прощаюсь. До свидания. Всего самого доброго. Субтитры подогнал «Симон»!